Салют подписчикам канала Атом Асём и случайным зрителям этого видео. Сегодня поговорим про антикризисный смартфон, который мне удалось урвать за 5000 рублей на старте продаж. Ну, чуть больше, чем 5000 рублей, если быть честным. Сейчас слегка смартфончик этот подорожал, но в сравнении с ценами на другие смартфоны остается он очень дешевым. Я в своем сообществе ВКонтакте писал почти месяц назад статейку о том, что в Россию привезли на продажу ультрадешевые китайские смартфоны от компании Ител. Это две модели, А27 и А49. Сегодня я хочу показать вам именно самый дешевый смартфон, это А27. Откровенно говоря, давно я такого не видел, но стоит понимать, что смарт по нынешним временам действительно очень дешевый. И исходя из стоимости, давайте постараемся объективно смотреть на вещи, на те характеристики, которые нам предлагает производитель. Смарт этот отлично подойдет в роли звонилки с расширенными характеристиками, то есть если нужен не только звонить, но и иметь доступ в интернет. Пользовался навигатором, плюс у него большая батарея, кстати говоря, а вследствие и хорошая автономность. Из ключевых особенностей сразу видим вот тут на коробке объем памяти 2.32 и скромных размеров IPS-дисплей на 5.45. То есть этот смартфон плюс к всему еще и компактный, что тоже во времена лопат я могу записать в плюс. Другие основные фишки производитель тут отмечает сзади на коробке, это большая батарея 4000 мАч, для компактного слабого смартфона это реально много. Есть 4G LTE, 5-мегапиксельная камера, поддержка двух симок, сканер отпечатка пальца. Кстати, в некоторые бюджетники этот сканер забывают добавить, например, в том же айфоне его нет. Кстати, ребят, порадовала комплектация, потому что помимо такого вот откровенно простенькой зарядки положили в комплект чехол. Он пластиковый, давайте я телефон в чехол запихну, вот так вот он будет выглядеть в этом чехле. То есть такой вот небольшой пухлый прикольный смартфончик. И на стекло смартфона тут также наклеена защитная пленка, прямо из коробки. То есть такой смарт, скорее всего, будут рассматривать в роли второго рабочего телефона, либо в роли телефона для неприхотливого пользователя, то есть ребенку, например, или родителям. Когда телефон берешь в руку, первое, на что обращаешь внимание, что он компактный и достаточно толстый. Если сравнивать, например, с Poco X3 Pro, то разница колоссальная в габаритах. По толщине, кстати говоря, они похожи. Потом уже смотришь на дисплей и офигеваешь от того, что вот в выключенном состоянии четко видны границы экрана. То есть тут воздушная прослойка между матрицей и стеклом. Плюс нету никаких челок, как видите, никаких вырезов, а присутствуют достаточно крупные рамки. Сверху и снизу. То есть это полное погружение, на мой взгляд, в 2010 год. Теперь о приятном. Из-за того, что смарт этот толстый и тяжелый, причем компактный, им удобно пользоваться одной рукой. В руке он лежит идеально. Все кнопки тут на правой грани. К ним не надо тянуться. Сверху есть разъем под наушники и microUSB для зарядки. Задняя крышка тут пластиковая, с фактурным рисунком. Есть сканер отпечатков пальцев и всего одна камера. Ну вот в таком вот блоке под современный дизайн. Причем блок этот из корпуса не выпирает вообще. Я когда телефон из коробки достал, начал искать, где тут вставляется сим-карта на боковых гранях. Ну и вот слоты я тут не увидел для симок. Зато вот тут вот внизу есть такая проушина, потянув за которую мы можем практически телефон разделить на два. То есть, блин, достаточно много усилий нужно, чтобы снять вот эту вот заднюю крышку. То есть всю заднюю часть телефона мы снимаем. Сюда еще и кнопки, кстати говоря, прицепленные. Но, к сожалению, задняя крышка тут съемная, а вот батареи нет. Сюда можно поставить две сим-карты и карточку памяти. В общем, понятно, что телефон очень своеобразный, мягко говоря. Но, ребят, не забываем про его цену. И, в принципе, хорошо, что есть вот подобная альтернатива. Но не спешите переключаться, приколы не окончаются. Дисплей тут IPS 545 дюйма со скромным по сегодняшним меркам разрешением 960 на 480. Я установил сюда AIDA64 и тут видно, что плотность дисплея 197 ppi. То есть даже при скромной диагонали все равно мы видим тут пиксели. То есть плотности пикселей недостаточно, чтобы получить качественную картинку. Самое интересное лично для меня это, конечно же, программное обеспечение телефона. Потому что смартфон этот работает на 11-м андроиде. Но это не обычный андроид, а андроид Go Edition, который является облегченной версией 11-го андроида. И получает те же обновления и те же фишки, но упускается специально для маломощных смартфонов. То есть железо у телефона слабое и бюджетное, очевидно, да. Тем не менее, благодаря андроиду Go Edition смарт продолжает на вот этом железе нормально работать. То есть каких-то прям явных тормозов тут не видно. И хочу дополнить, что система прикрыта тут фирменной оболочкой ИТЭЛ. И по факту получается, что все как у всех. То есть это шторка с быстрыми настройками. Есть рабочие столы с возможностью группировки приложений по папкам. И есть общее меню приложений, разбитое по алфавиту. Мне понравилось, что из шторки мы сразу можем без танцев с бувном открыть фильтр уведомлений. А вот если говорить про настройки смартфона, то в принципе тут все типично, друзья. Ничего интересного. Кстати, предустановленным барахлом система не завалена. Тут есть гугловский хлам, как обычно, но все это дело можно удалить. Вот есть Яндекс Браузер. Это из того, что предустановлено. Кстати говоря, ребят, есть радио, но работает оно только при подключении наушников, естественно. И мне понравилось, что прям вот тут вот из коробки без танцев с бувном мы можем пройти в фирменный раздел темы. И вот тут посмотреть онлайн каталог тем, который постоянно обновляется. И установить какие-то новые темы на свой смартфон или обои, кастомизировав всю внешку программного обеспечения под свой вкус. Также, сейчас я давайте Wi-Fi включу, что мне понравилось, тут в связи с волнениями вокруг Google находится свой фирменный магазин приложений. Вот, PalmStore он называется. Тут можно скачать достаточно популярные приложения и игрушки. Но, если говорить о насущных темах, то приложения Сбербанк тут нету. Есть только Сбераптека. О том, как вернуть Сбербанк онлайн на свой смартфон, как обновлять его, я рассказывал в одном из своих видео. Можете вот по рекомендации пройти посмотреть. При первом включении смартфона, кстати, система предложит установить кучу российского ПО. Но я от этого отказался. Все можно установить самому, что надо. Тоже отказывайтесь, ребят, чтобы в смартфоне не было лишнего барахла. Он из-за этого будет работать медленнее. Понятно, что этот телефон дешевый, в принципе. Железо у него тоже дешевое. Поэтому и производительность по современным меркам слабая. Можно тут, конечно, запустить какие-нибудь танки для особых извращенцев на минималках или тот же PUBG. Но понятно, что этот телефон для простых игр приспособлен. Да вообще он, в принципе, для игр не приспособлен. Но какие-нибудь три в ряд или какой-нибудь аналог фермы тут запустить можно без проблем. Потому что тут установлен четырехъядерный процессор. Опять прибегнем к Аиде. И прост тут достаточно специфический. Он 2018 года с Predtrum SC9832E. И не спрашивайте, что это за дичь. Потому что я сам не знаю. Тут четыре ядра у процессора. Максимальная частота 1400 МГц достигается при пиковой нагрузке. И построен этот прост по 28-нанометровому техпроцессу. То есть это наверняка процессоры, которые делали специально для ультрабюджетных смартфонов. За графику тут отвечает Mali-T820. Короче, чтобы более-менее понятно было, на что способен этот телефон, я, естественно, сделал тест Antutu. В итоге получилось набрать 65 тысяч баллов. Весьма скромно. Но справедливости ради могу сказать, что работает этот телефончик не быстро, конечно, но и не тормозит. То есть прошивка тут отлично оптимизирована под железо. По поводу камеры тоже хочу пару слов сказать. Особо в подробности вдаваться не буду. Просто посмотрите снимки, которые я сделал. И по характеристикам давайте пробегусь. Тут модуль на 5 Мп. Он один-единственный. Детализация не очень. Но при хорошем освещении что-то снять можно. Понравилось, что в настройках камеры есть очень много интересных фишек. То есть режим искусственного интеллекта. Можем включить. Есть HDR. Есть режим портрета. Панорамная съемка. Есть съемка в темном освещении. Ночная режим Pro. В общем, не по масти куча настроек в этом смартфоне. Если же посмотреть, что тут за видео возможности, то увидим, что качество видео доступно только в HD. То есть 720p. Цифровой стабилизации тут нет. Вообще, для такого телефона, на мой взгляд, важно именно качество связи. Потому что, собственно говоря, для этого этот телефон в основном мы покупаем. Смотрите. Тут можно, во-первых, две симки установить. Есть LTE. Динамик вот этот слуховой. Он очень громкий и четкий. Кстати, помимо динамика, тут сверху есть еще фронтальная камера. Она на 2 Мп. Датчика пропущенных событий тут, к сожалению, нет. Хотя место дохренища могли бы и установить. Но увы. Короче, вот этот слуховой динамик очень громкий. И громкий он потому, что он отвечает и за входящие вызовы, и за всю мультимедиа. То есть это совмещенный динамик. В принципе, с технической точки зрения это не очень круто. Но зато это дешево. Но я опять же повторюсь, динамик получается громкий. Для кого-то это плюс, для кого-то минус. Потому что если вы будете разговаривать по телефону, на минимальную громкость поставите, динамик все равно будет громкий. Bluetooth в телефоне версии 4.2. Можно, естественно, подключать Bluetooth наушники. Wi-Fi держит телефон стабильно. Есть модуль навигации с поддержкой GLONASS. Это тоже важно. Ну и GPS он также поддерживает. Тоже, кстати, модуль неплохо работает. Связь держит устойчиво. Автономность у телефона вас также может порадовать. Потому что этот телефон наверняка будет использоваться в роли звонилки. Либо по мобильной, либо по интернет-связи. По видеосвязи. Понятно, что быстрой зарядки тут нет. Ну, где-то часа два придется заряжать с нуля до ста вот эту батарею в 4000 мАч. В целом, что могу сказать, ребят. Реально это дешевый смартфон. Если есть деньги, конечно, лучше купить что-то поинтереснее, несомненно. Но если нужен именно такой вот телефон, который не жалко потерять, разбить и купить точно такой же. Либо купить какой-то телефон под определенные нужды. То есть для походов, для командировок. Опять же повторюсь, рассматривать этот телефон стоит как звонилку с возможностью смартфона. Для тех, кому не нужны там какие-то кучи функций, нужно просто позвонить. Либо по мобильной сети, либо через интернет. Ну и в браузер заскочить. Может быть как-то в WhatsApp по видеосвязи позвоните. Чтобы телефон этот был не БУ и был на гарантии. И недорого. Так вот, всем этим запросам вот этот телефон отвечает на все сто. Хорошая комплектация у него еще плюс ко всему. Свежее ПО. Компактный он, автономный. У него есть наличие актуальных модулей связи. Это все плюсы ETEL A27. Минусы, это конечно низкое разрешение экрана, разъем microUSB для зарядки. Ну и визуально хотелось бы убрать вот эту вот воздушную прослойку у дисплея. Я ссылки оставлю на этот смартфон. На вот эту вот модельку A49, которая покруче. На него тоже обзор сниму в скором времени. Короче, ребят, проходите, приценивайтесь, кому интересно. Еще больше таких вот интересных, необычных товаров с Алиэкспресс вы можете найти в моем телеграм-канале «Необычная с Алиэкспресс». Все ссылки также будут в описании под видео. Спасибо огромное вам за внимание. Если хотите, подписывайтесь на канал, на все каналы, сейчас это особенно актуально. Всего вам доброго и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok